Приветствую вас, Ирина, и прочитал я ваш вопрос, прочитал ваше письмо, ваше такое вот сообщение, я бы даже сказал, что в некотором роде это показалось мне таким великим о помощи, особенно во второй части. Но давайте обо всем попорядку. Сначала ваш муж, который вообще говоря представляется очень серьезной проблемой на данный момент, потому что из-за него у вас только лишь одни проблемы, к сожалению. И вообще, ну, лично я ничего хорошего от этого человека не видел в том, что, ну, по крайней мере, в том, что он для вас делает, да. И не знаю, может быть, это только кажется мне, или, может быть, это действительно так выглядит. Но по тому, что вы мне пишете, я могу заключить, что мужчина, он как бы отчаялся, я, по-моему, это уже говорил, он отчаялся совсем и совершенно. Отчаялся он что-то сделать в отношении с вами, отчаялся он стать, там, я не знаю, лучше, стать тем мужчиной, которого, тем мужчиной, которого вы хотели бы видеть с собой. И теперь это у него уже стало как, знаете, своего рода мания, что теперь он должен быть плохишем. То есть вот такой у нас получается плохиш ваш муж, который теперь всячески и права свои, там, диктует. И вообще ведет себя совершенно ужасно. И, вы знаете, в этой ситуации, в этой, в этом, в этих обстоятельствах я бы очень рекомендовал бы вам, знаете, как вот сделать. Мне кажется, что вы действительно позиционируете себя как человека, которому очень много, прям вот, знаете, очень-очень, я бы даже сказал, много нужно всего. Всего, то есть человек, у которого достаточно большие потребности, у которого много потребностей, но при этом, да, при этом, при этом вы не даете мужчине своему осознанию, ну, наверное, я бы даже сказал, знаете, полное осознание того, что вы готовы для этого, вот, да, ну, для того, чтобы получить все, что вы хотите, готовы что-то делать. И мужчина вам просто до сих пор, вот, по моему ощущению, у мужчины вам просто до сих пор, ну, вообще говоря, не верит. Ну, нет, у него, к вам сколько-нибудь достаточного доверия в том, что вы собираетесь, например, вот делать. И это, конечно же, проблема, она в большей степени ваша. То есть здесь нужно как-то вот продумывать четкую стратегию поведения, потому что в противном случае все рискует так и так, и остаться в некотором подвесенном состоянии. Итак, это было небольшое такое вступление, а теперь мне бы хотелось по фаспу насчет, по фаспу. Вот мужчина видит загостизм, а как вы говорите, он иногда кричит на вас, настраивает дочь против вас и так далее. Ну, знаете, вот, в групповой терапии, в групповой практике работ с людьми, есть такой прием, если можно выразиться, да, такой способ определения, что человека волнует. Этот способ заключается в том, что человек должен рассказать о том, что он думает про другого человека. И все, что он думает про другого человека, это, оказывается, справедливо и для него самого. И это значит, что ваш муж, имея на зритие себя негатив и тотальную невдовлетворенность, проектирует, то есть переносит это на вашу дочь, на вашего сына и на вас. И потому, так было всегда. Вот есть, например, у кого-нибудь, ну, давайте для простоты скажем, у меня. Вот у меня есть негатив. И я этот негатив, если не могу его никак не выразить, не как-то купировать, ну, вообще-то ничего сделать не могу. Если у меня этот негатив имеется, я способен только проектировать его на других. Если мне плохо, я там могу срабатываться на другого человека. Если мне там что-то не получается, я буду злиться на других людей. Ну и так далее. А на кого это злиться? На тех, конечно, кто близкий. На тех, кто рядом. Потому что на тех, тех, кто, простите, находится где-то далеко и на тех, кому все равно. Ну, злиться как-то не очень здорово. Тем более, что такие люди скажут, ну, ты, простите, человек на равном месте. Все на равном месте, скандал устраивает. А вы так ходите, кстати, не можете, потому что у вас есть различные модели поведения. Да и претензии, евроидные и тони. Есть, несмотря на то, что вы хотите от этого абстрагироваться и вести себя правду. То есть мужчина переносит на самом деле негатив весь на вас, просто потому что в себе его держать ему слишком сложно. На всякий случай, если вам непонятно, я чуть-чуть перефратирую, то есть в последних раз получилось достаточно нескладно. Мужчине тяжело удерживать себе негатив. И вы для него являетесь средством, по сути дела, реализации этого самого негатива. Вот и все. И это нужно понимать. И понимать, чем лучше вы это для себя сейчас поймете, тем лучше станет для вас. Да, плохо, что он настраивает против вас дочь. Но дочь вас, скорее всего, не настроит, если вы будете общаться с ней, если вы будете все ей объяснять, если вы будете пытаться за твоей дочерью разговаривать и говорить о том, что у папы, например, сейчас есть проблемы определенного рода, скажем так, и папа, грубо говоря, не в состоянии правильно оценивать. Но ты не подумай, это никак не связано с тобой. То есть, если вы будете разговаривать с твоей дочерью, объяснять ей как можно более понятно, что происходит, то настроить против вас дочь у него неплохо не молочится. Еще один важный момент. С какой целью мужчина это делает? То есть, вот зачем ему настраивать против вас дочь? Если он это делает осознанно, 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 ну, это один момент. Вы видите, вы ведь знаете этого мужчину, и, наверное, отдаете себе отсчет в том, осознанный человек настраивает против вас дочь или нет. И если вы видите, что он это эмоционально делает, то есть, когда вы, знаете, вот как, когда вы имеете, ну, вам есть что сказать дочери негативного, да, вы тем самым задеваете муза. Муза. Да, пусть вы делаете это, там, не знаю, пусть вы это делаете не специально, пусть вы это делаете не по своему желанию, но тем не менее вы это делаете. Так вот, если вы видите, что вашего мужа задевает именно это, то тогда, простите, простите, данное является не особо настроенным. Это просто его такая реакция на вот ваше поведение. И в этом случае, чтобы это прекратить, действительно разговаривать, это бесполезно, потому что это будет как бы снова и снова такая его реакция, такое его поведение. Чтобы его не было, нужно понять, что мужчина вообще-то не устраивает, что ему не нравится, какая у него неразворенность, и постараться именно это, именно с этим помочь ему устраиваться. без аспекта, без работы в этом направлении, у вас, к сожалению, нет никаких шагов. Если же процесс происходит осознанно, то тогда можно говорить о том, что мужчина действительно преследует какую-то свою цель, и вот эта цель, какая-то, например, дискредитировать вас, осознанная такая цель, по дискредитации вас, например, в глазах дочери, то с этой целью, с этой целью, нужно так же бороться, но у нее бороться исключительно на своей территории. То есть говорить с мужем о том, что он поступает неверно, когда так делает, бесполезно. У него есть цель, но эту цель хочет, он эту цель хочет достичь. Как он ее хочет достичь? Ну, он, возможно, хочет показать вам, насколько ценен он, насколько ценна его дочь, чтобы вы, понапрасну его и дочь не обижали. Возможно, ему хочется, теперь, когда вы разговариваете о разводе, обо всем, хочется подготовить дочь саму, что, возможно, ну, как-то вот, взвалить на вас ответственность за то, что-то вы разрушили семью. То есть мужчины не будем говорить о том, что это он разрушил семью. Люди говорят, что это вы, вот вам постоянно там что-то не нравилось, вас постоянно что-то не устраивало, и вы разрушили семью. И в этом случае нужно, опять-таки, с дочерью разговаривать. Говорить, что хотите вы, чего хочет папа, в общем-то. Говорить, что у вас просто разные желания. То есть папа будет обвиняем, обвинять в глазах дочери вас, в том, что семья, допустим, разрушилась. А вы будете никого, вы не будете кого-либо обвинять, вы просто будете говорить дочери, что у вас разные с папой желания, и эти желания, они слишком сильно разрушают. Что и стало в причине вашего расхода. Очень важно, чтобы дочь не чувствовала, что вы ее меньше от этого любите. Очень важно, чтобы дочь понимала, что это не из-за нее. Мы об этом, по-моему, уже говорили. Дети склонны думать о том, что все это происходит из-за них, в силу своего эгоцентризма. Далее. Что касается того, что у вашего мужа нет любовницы, сказано это было в сердцах, возможно, чтобы реабилитировать себя в качестве мужчины в ваших глазах в отношении секса. Там это уже как-то слишком на это же знаковое получилось совпадение. Совпадение такое, что вот мы с вами поговорили про секс, наверное, мужчина знал, что мы с вами будем говорить про секс, и он понял, что все, у вас он точно перестал удовлетворять постели, и это вызвало вот такую реакцию, которая, кстати говоря, типична для автора вашего мужа. И изменяться он в действительности не будет. То есть, может быть, он чувствует, что был неправ. И скорее всего, жили о том, что произошло. Ну, та самая плачевная посудомойка, которая стала предметом нашего диалога в чате, она ведь не бросится. Мужчина ведь не бросится, взял и ее купил. Мужчина купил, возможно, чтобы, знаете, на таком порыве, такой порыв, на то, чтобы все это исправить. Ну, и в итоге получилось, что из этого ничего хорошего не вышло. Но сам факт. Это начальство мужчины, скорее всего, сожалеют. Но понимаете, что в своем другом порыве, когда он почувствовал себя ущемленным именно как мужчина, в своем другом порыве он зашел слишком далеко и пути назад у него пока нет. Он думает, что может быть все само собой образовывается. Некоторые мужчины справедливо считают, что если внешне все так, как обычно, то значит все хорошо. Ну, это такая, знаете, теория поведения страуса, да, прятать голову в песок и убегать от всех проблем. Конечно, то, что он делает с вашим цельом, вся страуса. То есть, вот эти фразы, которые вы говорите, да, пусть меня жизнь на место поставит, там, и далее, это когда мужчина жалеет в том, что произошло. То есть, в какой-то момент у него появляются противопрекления, тот самый человек, которого вы любили, вновь появляется ненаного, а потом исчезает под гнетом проблем и того, что он уже сделал. И когда он начинает оскорблять вашего сына, грубо говоря, называет вас нехорошими фанами, я даже считать, я озвучивать это не буду, ну, честно, противно вот это считать, даже было противно не то, чтобы говорить. Когда он говорит это, то он хочет принять уже вас, чтобы помочь возвыситься самому себе. Я надеюсь, это понятно. что касается школы, здесь вы, а, еще это он дочкой занимается, ну, давайте пока про школу поговорим. Значит, что касается школы, вот, казалось бы, да, нужно помочь мужчине, вам, это мужчина вам должен помочь, чтобы, ну, как бы, поставить в гостел какой-то конструктивной русской. Проблема в том, что мужчина существует принципиально. и поскольку принцип это логическое образование, то мужчина, будучи об этом логического мышления, также, к сожалению, придерживается данного аспекта. Как? Вот, когда у вас все было относительно неплохо, мужчина, ну, так, худо-бедно, он что-то там делал, старался. Также сейчас вы говорите, что по-другому мужчина что-то выполняет, выполняет, выполняет. Немного, мало, нужно больше, но все-таки выполняет. Тем богатый, как говорится, тем и рад. Хорошо, этот момент есть. Но теперь возникает другой вопрос. почему он мужчина Игорь не хочет вам помогать никак. А потому что вы в его глазах и для него сейчас находитесь в том периоде, когда у вас происходит разрыв с криви. И в этом случае мужчина когда у него просите что-то сделать, тем более для его сына, но потом вспомнил, что сын это ему неродной. Не помню, как зовут неродного сына, по-моему, пасына к истории. Я вот честно не очень силен в родственных этих определениях. В общем, для мальчика это мужчина вновь впечатляет. Прямо мальчика это напоминание ему о том, что у вас был другой мужчина и тут у вас сейчас проблема скорее всего ну проблема с мужем Игорь напоминает о том, что возможно вы думаете о том мужчине о отце мальчика лучше чем раньше это значит что Игорь для вас еще хуже. Если это Игорь думает и вот это отношение к мальчику у него еще хуже. делать он для него ничего не хочет. И плохо когда мужчина перенес отношения со своей женщиной на ребенка неважно какой ребенок родной или родной неудачи неудачи очень поздно и это говорит о неуверенности мужчины в себе но тем не менее чтобы вы знали лично с мальчиком Игорь никаких претензий не имеет он и не может их иметь ибо откуда взяться общих дел у него понятное дело с мальчиком никаких нет но проблема в том то если мальчик для Игоря это как знаете как средство как атрибут ваш то для мальчика Игорь это уже личная проблема это уже личный враг это уже личный соперник личный обидчик Игорь этого не понимает он читает мальчика я просто не помню как его дало простите пожалуйста он читает мальчика кем-то несерьезно ребенком а он таким же не является и это большая ошибка ошибка воспринимать мальчика только в контексте вас потому что это грозит очень серьезными последствиями для для Игоря так так знаете отношения испортить с Попробовским очень легко а вот заново их подразить знаете очень очень тяжело и очень жаль что Игорь он этого не понимает очень жаль потому что ну это ошибка вообще мужчин и взрослых мужчин таких вот самоверных я бы сказал таких традиционных мужчин как вас и поскольку мы сказали что мальчик для вашего мужа это значит атрибут вас то и относится к нему Игорь соответствующим образом а именно только в контексте вас то есть когда он хорошо пытается к ним отношения наладить но до конца там восприятия у него по-моему до конца принятия мальчика таки не было никогда а а когда у вас плохо то по непонятности то отношения тут же сразу они обостряются они становятся более такими как бы ну более тяжелыми потому что стимул стимулы для того чтобы вести себя с мальчиком хорошо нету больше а стимул только вы на самом деле это очень плохо это плохо в первую очередь для самого мальчика во вторую очередь для Игоря ну и в третьей очередь для вас именно в таком аспекте это идет за мальчика вы хотели поговорить отдельно на этой теме мы задерживаться не будем а просто вы знаете это вся эта история за школу это знаете такое откровенное предпочтение дочери вашему сыну это разделение это моя дочь это твой сын и мне твой сын не нужен мне нужна только моя дочь но это все очень напоминает поведение обиженного ребенка типа моя моя игрушка а это вот твоя игрушка и ты своей игрушкой там занимаешься а я буду своим игрушками заниматься там ну в общем то детский стад получается по сути никак знаете не поведение взрослого мужчины это к сожалению очень печально потому что видеть бог вы такого не служили не верующий к слову сказать я сам не верующий но просто так вот ну к слову пришлось такая правда есть мнение что эти правды эти правды они ну свидетельствуют о тайной вере очень не знаю насколько это правда время нас рассудит далее ну не нас с вами раз кто прав далее прошу прощения за такую оговорку за такое вот такое сступление далее нужно сказать следующее что вообще говоря то что произошло с вами далее явление вполне себе правильное явление вполне себе естественно к вам добавляют мужчины проявляют вам симпатию вы его вы его отталкиваете потому что в принципе это нормально естественно в вашем случае да и вы такая женщина такой человек что не будете сейчас зануден это правильно но это это задало вас это задало вас вопросами а что вам как вам жить дальше вот мужчина вас по сути даже если он сказал что у него любовницы но любовницы на самом деле нет все равно это знаете очень больших оскорблений изменения от него вы не услышали и так мастерласс очень долго судя по тому что вы написали вы настроены настроены серьезно на развод в будущем на расход в будущем с мужем но тем не менее давайте прежде чем обсуждать расход спросим себя ну это мужчина извиниться прямо ну вот просто представим какую гипотетическую ситуацию что мужчина изменяется перед вами за все то что он вот сделал да за все то что он там совершил и он собственно говоря вам ну дает понять что он теперь готов там с вами быть и так далее он хочет что-то пытаться менять что-то пытаться исправлять и так далее вы этого человека готовы принять вы готовы с этим человеком вновь строить отношения готовы вы с ним быть готовы ли вы с ним там работать и так далее это момент очень важный потому что если нет если вы не готовы к этому с ним даже если он измениться перед вами то тогда все вот это вот что вы написали оно в большей степени актуально а если вы все еще его любите если вы хотите все еще быть с ним и в принципе вас останавливает только его поведение его стратегия поведение такая вот неправильная то в таком случае и тогда вам нужно делать следующее вам нужно ну ну не зря пишите если вы еще любите и хотите быть с ним а просто напросто знаете начать вот что то делать ну вот допустим грубо говоря подать наверное подать на развод ну подайте на развод подайте на развод он не верит что вы это сделаете он не верит что вы начнете продавать дом но вы начните это делать помните как раньше было он не верил что вы будете бороться Вспомните, вот с самого начала наше знакомство, это именно так, как и происходило. Он не верил, что вы начнете что-то реально делать. И в итоге что получилось? А в итоге получилось, что вы не только там многое смогли, но вы еще и там большего захотели и так далее. И вот к чему это привело. Так и сейчас. Мужчина не верит, он не верит вам, не верит в то, что вы сможете это начать делать. Ну, не верит вам человек. Ну так вы дайте ему своим поведением понять, что вы готовы бороться за свое право. На то, что вам принадлежит свою свободу, свою независимость. И вот тогда, возможно, мужчина и, а в сути дела, начнется что-то дело. Он проявит себя, проявит свое истинное отношение к вам. А сейчас, на данный момент, что происходит. Обязанности потом вы выполняете. Ну, наверное, и скорее всего у вас нет с ним интимных отношений. Так одни мужчины пока не нужны. Он чувствует себя в них неполноценно. И так далее. Его все устраивает. Абсолютно. И он не верит, что вы с ним разойдете. Покажите ему, что вы готовы сделать. И тогда у вас будет начать работать. Если мужчина совершенно спокойно вас примет. То, что вы разводитесь, что вы продаете дом. То это значит, что он действительно готов с вами работать. И действительно хочется просто вы все делали. И в таком случае он не безответственный. А он просто, ну вот, ну как бы считает, что вы сами должны все делать. Если это его вот желание. А если мужчина не хочет с вами разводиться, то это его уловка. Это его уловка. И да, вот это безответственно. Это безответственно. Такой серьезный вопрос поставить. В зависимости от случайности. Да, это безответственно. В этом случае он безответственно. И тем не менее. Тем не менее. Это нужно. Чтобы в любом случае. Потому что я не думаю, что сейчас. Вот при той ситуации, которая у вас сейчас образовалась. Я не думаю, что нечто изменится. Потому что, ну просто потому что. Он всех всех устраивает. По крайней мере вашему мужу все устраивает. А вы и ваши интересы его не волнуют. Он считает, что вы слишком много уходите. И вообще он не обязан отвечать на вашим интересам. И обязаны принимать его таким, как он есть. Именно поэтому вам не нужно, впервые, ответить на вопрос. А вы готовы, собственно говоря, быть с ним. Готовы ли вы все это практически? Вы его еще любите? Вы его еще уважаете? Вы его еще видите как своего будущего мужчину или нет? После всего того, что он вам сделал, сказал и так далее. Даже если он не изменится перед вами и попробует налаживать отношения. Так что, по поводу расхода. Да, вам вот этот первый пункт, это пункт тупиковый. Потому что вы не хотите делать. Потому что у вас сейчас так много другие дела, дела будут всегда. Но тем не менее, вы заинтересованы в разводе. А значит, вам это нужно продвигать. Хотя бы на первых порах чисто для вида. А там дальше, я думаю, главное начать и дело пойдет постепенно. Кроме того, вроде бы, я не юрий, точнее я изучал юриспотенцию, но давно это было уже. Думаю, что, по-моему, какое-то время там нужно, чтобы пройти... Ну, должно какое-то время пройти между подачей на развод и, собственно, с апрельным разводом. Далее. А теперь, что касается дома. Что, опять-таки, значит... Вот вы пишите, что дом для мужчин важен. Там, он заявил, что дом продавать не намерен. Квартиру вам будет оплачивать, там, и так далее. Вы купите половину, он сможет над большим трудом. Для него нужно это весить. Ага, насколько ему самому это нужно. Ведь стоимость нашего коттеджа, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, во-первых. Что значит... Что значит... Взвестить, насколько этого ему нужно. Вы имеете право продать половину тому, кому вы считаете нужным, и... Мужчина не имеет права чинить препятствия продажа. Я думаю, вы, как юрист, это знаете. И вы можете вести диалог не с мужем, а с людьми. О том, что люди придут, вы можете визвестность ставить не обязаны. И делать это уже, когда его дома нет. А... Но, если мужчина не хочет покупать у вас собственный дом, то вы имеете полное право продать его кому угодно. И так же, я думаю, что здесь от вас потребуется определенное находчиво. Находчиво, но еще раз говорю. И первый пункт, и второй пункт. А... Это... Пункты, которые напрямую зависят от вас. А... Это ваше имущество. Это половина вашего имущества. Деньги вам, знаете ли, будут не личные. А если... Ээээ... 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 Эээээ... Взять и Ну, вписать за счетов Необходимо В первую очередь определить Вот вы просите меня Видение ситуации Наше видение ситуации следующее Во-первых, определяем Ходите ли вы быть с этим мужчиной Видите, любите ли вы его И знаете ли вы с ним быть вместе Но теперь понимаете, какая хитрая Получается ситуация Ведь По сути дела происходит Что Мужчина не верит Что вы можете И будете заниматься продажей Вашего собственного дома То, что он в это не верит Это его личное дело И мы его С этим личным делом Оставим Да, мы не будем его Как бы там Давать оценки Тому, что он делает Но Но Он же вам сказал Во-первых Что дом он продавать не хочет Это раз И во-вторых Теперь Если он захочет с вами помириться Да Если он захочет с вами помириться Теперь Только стоп Что не будете ли вы Считать Что он делает Это ради того Чтобы сохранить Ваш дом Чтобы Захоронить То Что у него По сути Дело Есть Своего Да И вот это Очень важный момент Насколько Является Коростными Его Желание Теперь Быть с вами Потому что Если Желание У него Скоростное То Мужчина Будет держаться С вами Только Из-за Дома А это Как вы Я надеюсь Понимаете Ни в какие Ворота Не лезет И уж точно Для вас Совершенно Не Приземлемо Вот И давайте Мы с вами Условимся Так Что в случае Если Мужчина Сохочет С вами Помириться И в случае Если вы Готовы С ним Дальше Жить И естественно Работая Совместно Над Ошибками И так далее Вот давайте Условимся Так Чтобы Мужчина Смог Смог Бывам Доказать Доказать Что Он С вами Не для Того Чтобы Сохранить Дом А Именно Для Того Чтобы Быть Именно С вами Чтобы Чтобы Вы Прям Поверили Поверили Как он Это Сделает Это Уже Я думаю Вам нужно Решать По факту Но Теперь Я Не хотел Б Чтобы Вы Еще Как-то В материальном Капкане Капкане Оказались Из-за Него Поэтому Я вам Об этом Говорю Это Очень важный Момент Следующий Момент Ну Если Вы Мужчину Не видите Больше Как Своего Субпутника Жизни Как Своего Мужа Как Отца Своих Детей То Развольница Нужна В любом Случа И Это Необходимо Принять Как Данность И В таком Случае Нужно Всего Лишь Навсего Определить Какой Вариант Для вас Наименее Безболезненный То есть Безболезненные Все Варианты Это Мы Я надеюсь Хорошо Понимаем Абсолютно Все Варианты Нам Не Нравятся Абсолютно Все Варианты Плохие Когда Дело Идет Продозволь Но Наименее Безболезненные Все Есть И вот Его Нужно Выбирать Потому Что Все Равно Вы Не Будете Удовлетворены Вы Не Будете Счастливы С Эти Мужчины Особенно Если Не Видите Его Ну Не Видите С ним Своё Будущее В любом Случше А Если Вы Все Таки Хотите С Эти Мужчиной Быть То Тогда Тогда Ну Вот Во-первых Ради Чего Во-вторых При каких Условиях Вы Будете С ним То есть Какие условия Для вас Ну Приемлемы Для того Чтобы Быть С мужчиной И В-третьих Ну Вот Вам Нужно Показать Что Вы Северно В общем-то Готовы Игоря Оставить Одного Готовы Ему Бросить Ну О том Как это Делать Я вам В принципе Уже Говорить И Ваш Стамп Паспурки Кольцо Мафанцы Это Знаете Или Не Цепь Это Ваш Статус И Этот Статус На Какой-то Момент Времени Довольно Продолжительный Момент Времени Нам Сказать Определял Ваше Желание Но Теперь Он Судя по всему Ваше Желание Больше Не Определяет Он Не Поддерживает Не Продвигает Не Реализует Ваше Желание Вы Чувствуете Что Вам Ничего Этот Статус Не Дает Кроме Проблем Значит Этот Статус Для Вас Больше Не Актуален И Понятно Что Мужина За Которым Вы Сейчас Кошьете Ваши Потребности Не Удовлетворяет Понятно Что Ваши Отношения Он Улучшается А Мне Хочет И Вам Нужно Просто Себя Спросить Готовы Ли Вы С Этим Мужиной Быть Дальше Именно Даже Если Он Извинится Даже Если Он Будет До Вас Держаться А Если Извинится То Готов Ли Он Что То Делать И Это На всякий Случай Я Вам Скажу Так Если Презойдет Такая Ситуация Что Он Покается И Захочется С Вами Быть То Обязательно 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 Вам Нужно Отлучить Те Условия Которые Для вас Приемлемы Чтобы Быть С Мужиной Потому Что Без Этих Условий Все Стеряет Смысл И От Игоря Потребуются Конкретные Сроки Выполнения Этих Условий Если Он Хочет С Вами Быть Если Ничего Такого Не Будет Если Он Не Готов Выполнять Это Не Готов Что То Делать Не Готов Меняться То В Таком Случа Вам Можно Развод Оформлять По Всем Правилам Что Касается Квартира То Да Во мной Не Уезжает В таком Случа Разъемная Квартира Но При этом Продавать Имущество Разделять Его И Собственно Говоря Стремиться Получить Вашу Долю В Дом Где Вы Живете Еще Повторю Это Ваше Имущество Оно Принадит Вам Оно Ваше По Праву И Никто Не Имеет Права Никакого У вас Это Отнимать Вот В принципе Так Я Думаю Вам Нужно Поступать То Есть Еще раз Суммирую Все Выше Сказано В В первую В первую В очередь Задавьте Вопрос Имеет ли Игорь Шанс На Продолжение Быть С вами Если Да Смотри Каких Условок Если Он Предпримет попытку измениться А она Скорее всего Будет Эта попытка Я Не могу Сказать На какой Стадии На каком Этапе Но она Будет То Тогда Вам Надо Учить Условия Если Условия Эти Выполнены Не Будет То Последнее 23 Китайское Предупредение Вы Отслучивали После этого Просто Нужно Двигаться Дальше Мужчин Вас Откровенно Тормозит Если Вы Не Видите Игр Своим Мужчинам И Своим Мужчинам И Своим Мужам То В таком Случае Вам Начинают Брак Разводный Процесс Говорят Что Ок Хорошо Если У тебя Ну Если Ты Говоришь Что У тебя Любовь Любовь Если Ты Можешь Говорим О Разводе То Все Я У У Я Не Хочу Больше Для Тебя Ничего Делать Потому Что Мы Разводим А То Получается Что Вы И Гладкий Для Него И Это Делать И Готовить И Вообще Ну Это Это Обратите Как 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 И И И И И И И И А Дальше Собственно Все То Что Я Говорю Вот Так Вот Я Вижу Вашу Ситуацию И Никак Не Получится Избежать Определенных Негативных Обстоятельств Никак Не Получится Избежать Проволочек При Оформлении Развода И При Разделе И Иметь Возможность Быть Женщиной Пока Вы Полноценно Я имею Ввиду Именно В контексте Мужчины Который К вам Добавился Которому Вы Поговорили Вы Не Можете Реализоваться Сряд Потому Что Вы Несвободны И Это Действительно Несвобода В Буквальном Смысле Потому Что Вы И Своим Мужем Не Реализовайтесь Как Женщина До Конца И Другие Мужчины Почему Если Нет То Нет Нет Туда Но Не Двигаться Дальше И Это Всегда Немножко Страшно Это Всегда Все Призвено С Определенными Переживаниями Но Что Поделать Жизнь Течет Жизнь Меняется И Вам Можно Просто Адаптироваться К Новым Условиям Без Этого Нельзя Говорить О Том Что Можно Стать Счастливой Жизнь Это Наверное То Что Можно Сказать Про Ваш Первый Вопрос Касающийся Игоря Перед тем Как Берите Ко Второму Вопросу Про Отца Мне бы Хотелось Рассказать Следующее Что У вас Наблюдается Очень Сходя Ситуация Когда У вас Ваши отец Достаточно Безответственно Себя Ведет И Мужчина Ваш Достаточно Безответственно Так И Себя Ведет При Том Что И Отец И Мужчина В общем То Довольно Успешные Люди То Ваш Отец Нормально Зарабатывал И Много Чего Достиг Ваш Мужч Ну Да Там Вашей Помощью Это Понятно Тоже Много Чего Достыг И Если В Случае С Отцом У вас Верникала Такая Ситуация Что Вы Принимали Его Таким Как Он Старались Принимать Старались Простить Потому Что Он Ваш Отец Старались Закрыть Глаза На Его Недостатки Но Тут Выбора Не Был То Вы И Со Своим Мужчином Также То Самое Это Делали Вы Также Вначале Закрывали Глаза На Его Недостатки А А потом Когда Эти Недостатки Начали Начали Уже Вот Ну Очень Сильный Дискомфорт Доставляют Вы На них Внимание Обратили А получается Так Все эти Недостатки Они Были Всегда Всегда То Вы За счет Других Чувств За счет Других Целей За счет Своего Поведения Их Купировать Получается Что Вы Всегда Жили В этом Дискомфорте Просто Рад Чувствовал Ряд Причин Вы Не Замечетали Этого Дискомфорта И Теперь Получается Что Вы Ну Прошу 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 Если Я Ошибаюсь В чем Но Общая Картина Вроде Б Такая Сейчас Получается Что Вы Предъявляете Мужчин Претензии За то Кем Он Был Всегда И Пытаетесь Его Изменить Ну Вот Ваши Условия О которых Мы Говорили Это Справедливо Конечно Справедливо Но Все Это Немножечко Опоздало Это Немножечко Как бы Уже Неактуально То есть Нет Славь Это Точеку Дверь Неактуально А А Вот С точки Зрения Отношений И С точки Зрения Игр Уже Неактуально Посмотреть Им Был Всегда И Если Вдруг Вы Лишите Ну Идать И Личаться Другим Мужчиной То Не Закрывайте Глаза На Проблемы Не Закрывайте Глаза На Те Недостатки Которые У Мужчины Есть Они Не Уйдут Какая Бо Сильная Страсть У вас Не Была Как Какие Бо Сильные Чувства Вы Не Ощущали К Мужчине Не Уйдут Недостатки Они Вам Будут Казаться Мелкими Они Будут Казаться Невальными Они Будут Казаться Незначимыми Но Спросите Себя Сразу Вначале Когда Вы Более Менее Мужчина Узнаете Спросите Себя Сразу Вы Готовы В принципе С этими Недостатками Мелиться Или Нет Ну Например Например Если Там Вот Допустим Ну Можно Очень Много Примеров Приводить На самом Дею Это Можно Растянуться На Час Я Бо Не Хотел В Такое Рим Невосто Снимать Но Давайте Просто Одним Пример Звободимся Вот Что Касается Например Секса Вот Вы Не Получаете Удовольствие От Секса Вы Думаете Что Проблема Да Можно С этим Мириться Да Можно Это Не Критично И Ну Как Б Нет И Нет У вас Удовольствия И Что Главное Чтобы Мужина Был Доволен Настым Нравился Вам Сам Процесс Нежность И так Далее Все Это Здорово Но Полноценное Или Это Интимное Живо Нет Не Полноценное Если Я Понял Вас Как Было Сегда И Вы Мирились Раньше Потому Что У вас Были Какие-то Другие На этом Медселе Радачи У вас Была Страсть И Все Понятно Но Вы Понимаете Что Любые Сильные Чувства Они Проходят Счастье Воодушевление Восновение Все 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 Исчезает Почему Потому Что Организм Точнее Даже Не Организм А Сознание Адаптируется К Тому Что С вами Происходит И Вы Уже Не Чувствуете Этих Ощущений А Чувствуете Вы Совсем Другое И Когда Происходит Эта Адаптация Возникает Такой Очень Нехороший Момент Что Все Недостатки Как бы Резко К вам Оказываются Ближе И Вот Чтобы Этого Не Было Уже На ранних Этапах Старайтесь Корректировать Свои Попренности И Старайтесь Корректировать Отношения К Недостаткам Другого Человека Какая Безфильная Сразь И У вас Небога Именно Поэтому Первая Любовь Всегда Неудачна Именно По этой Причине Потому Что Только Чувства Никаких Оценок Никакой Коррекции Поведения Никакого Принятия Другого Человека И Абсолютно Полное Небедение В том Что касается Человеческих Недостатков Вообще Из-за Этого Первая Любовь Всегда Неудачна Потому Нет никакой Адаптации Нет никакого Подстраивания Нет никакого Сопоставления Себя И другого Человека Есть только Идеальный Человек Образ Который Влюбляется И стремление Простнуть Реального Человека Под этот Образ Ну вот Давайте мы Все таки От образного Мышления Будем Отходить Будем Реально Смотреть На людей И если У кого-то Недостатки Есть А они Есть У каждого Ну нужно Себя Спрашивать Готов Ли я С этими Недостатками Мириться Мириться Как Эти Недостатки Оказывают На меня Влияние Какое Влияние Они на меня Оказывают И Исходя Из этого Уже Действовать Исходя Из этого Уже Двигаться Дальше Это Самый Главный Момент То есть Если Например Ну как Я говорил Прощать Мужчина Много с вам Не доставляет Удовольствия То Лучше Будет Если вы Прямо Ему Об этом Сразу После Первого Акта И Скажете Ему О том Что Ну вот Так Он Не доставил Вам Удовольствия Ну Вообще Это Мужчина Сам Это Почувствует Но На всякий Случай То есть Все Очень Ладно Разговаривают Мы И Этот Момент Очень Очень Принципиарен Не будете Получать Удовольствия Соцесс Опять Будет Некое Невдовольствование Удовольствовено Ну И Мы же Не хотим С вами Наступать На Одни И Тех Грабли Или Например В том Что касается Ответственности В том Что касается Отношение К вам В том Что касается Использование Переложение Ответственности И так Дальше Не нужно Так Себя Вести Если С отцом Что вы Написали И Вот Отвечая На ваш Вопрос Значит Что это Вас Что-то Не так Или он С вами Не считается Вы знаете Действительно Он С вами Не считается Он Думает Что вы Вот Обязаны Вы Должны Как бы Ему Помогать У него Нет другого Выбора Он Представит Цель Изолировать Внуков И Ради Этой Цели Он Готов Использовать Любые Средства А Самое Удобное Для него Средство Это Вы И Он Преднимает Вас Как Достаточно Ну Суровую Такую Строгую Дочь Но При этом Все-таки Безотказную Вероятно И Ну вот Знаете Фраза Вот такая фраза Он ответил Вам Что Хочет Изолировать Своих Внуков От Своих Детей И что Дети Убивают Его Внуков Хорошо Это Позиция Стратегии Поведения Правильно Но Простите Дело Даже Не в том Как Эти дети Получились Да То есть Как Они Выросли Такими Дело 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 Он Хочет Изолировать Своих Внуков От Своих Детей Хорошо Но Вы Как Которые Которые Обношения Имеете Да Можно Помочь Да Можно Семилизаться И все Это Понятно Но Никто Никто Не говорил О том Что Вы Будете Сить С ними Под одной Крышей Это Не ваши Дети Это Это Как Бы Его Внуки Да Они Вам Родные Конечно Они Вам Не чужие Я понимаю Но Простите Простите Поведение Вашего Отца Достаточно Эгоистично И Вам Совершенно Некол Резона Убиваться Ради Его Внуков Которые Оказались Такой Ситуацией Поведения Отца Убиваться И Ломать Свою Собственную Графику Кроме Того Вполне Вероятно Ваш Папа Считает Что Ну У вас Видимо Очень Хорошее Материальное Положение Раз Вы Вот так Вот Севете В коттедже И вообще Наверное Считать Что Ничего Вам не стоит Принять Его И внуков К вам И в общем-то Ничего Вы От этого Не потеряете И Будет Вам Ну Не будет Вам Каких-то Проблем Особо Больших От этого И Такое Поведение Оно Очень Потребительское Такое Общение Оно Очень Знаете Как Эгоистично И Я Думаю Что Дело Здесь Не Вас А Отец Просто Читает Что Вы Ему Должны Вот Вы Просто Должны Ему Помогать Я И Ключевно Знаете У меня Сложилось Такое Ощущение О Отривистости То Есть Отривистости Повествования В том Что Касается Ваш Ватка То Да Я Помню Мы о нем Говорили Я Вот Там Кто-то О нем Рассказывал Это Я Помню Но Вроде Б Вы Нормально С ним Поговорили Вроде Ваши Отношения Начали Улучшаться Сейчас Ну И Ваш Ответ Подумал Ну А Почему Б И Нет Вот У нас Не Отношения С моей Дочерью Единственная Нормальная Дочерь Старшая Младшая Его Дочь Запущены А Раз У меня Она Нормальная Дочь То Почему Вы Если Ей Не попозь Тем более Что У нее Есть Подходящая Жилплость Целый Катридж И Ей Места Меньше Не Ну И Собственно Говоря Этот Момент Я думаю Должен Отстал Отключит Вы То Что Почему За Его Ошибки Должны Отдуваться Вы И Вы Должны Отдуваться Потому Что Вероятно Вы Дали Понять Ему Что У Вас Сейчас Все Хорошо С ним Что Вы Отношения Попытались Вывести На Новый Уровень И Тогда Это Не Является Правильным Это Не Является Верным Ваш Отец Он Ну Мы уже Говорим Он Достаточно Безответственный А Человек При этом Как бы У него Есть Изрядная Доля Успешности И Хватки Но Тем не менее Этот Момент Он Достаточно Достаточно Показатель В том Что Ваш Папа Видимо Все-таки Придерживается Того Мнения Что Он Для вас Что-то Сделал Он Для вас Что-то Сделал Теперь Вы Ему Должны Если Честно Мотивы Отца Просле Брас Ситуционно Вы Детки Не Раскрываете То Вы Говорите Что Он Хочет Пожить Вы Говорите Что Его Дети Убивают Его Внуков Это Я Понимаю А Вот Почему Он Считает Что Именно Вы Ножны Это Делать Вот Этого Я Вообще Ну Это Я Вообще Не Очень Хорошо Отдаю В этом Общак Именно Вы А Подтек Все Так Раз Не Раскрывается А И Сходя из Того Что Мы С вами Говорили Просто Раз Что Вы Стар К Немного Лучше Относились Вроде В Поговорили По Моему Ну Складывается Решение Что Вы Возможно Слишком Хорошо Стар К Нему Относились Что Он Так Вот Решил Вами Воспользоваться Что Касается Мягчей А Вы Знаете Детей Можно Любить Но Простите Рядом С Вами Ну Вообще С Людьми Любит Только Детей Самовой Человек Ну Могите Надо Вну И Все А Принимать С собой Дом Других Детей Даже Если Они Родные Ну Это Знаете К Любви Мало Отношения Мет Потому С точки Верения Родных Это Люди Родные С точки Верения Родственных Святых А С точки Верения Проживания Простите Это Все Так Люди Чужие И Вы Не можете Не Чувствовать Что В Долгосрочной Перспективе Проживания Это Люди Чужие Это Нормально Это Ваша Личная Граница Это Ваша Личная Пока Еще Живоплощадь И Вы Имеете Полное Право Да Погостить Легко Но Пожить Совсем Другое И Я думаю Что Ваше Поведение Оно Здесь Совершенно Нормально И Ваш Отец Видимо Просто Не Понимает Что Ну Тот Факт Что Вас Коцелес Не Означает Что Вы Прям Вот Не Будете Принимать Его Детей Ой Его Внуков То есть Свою Еще Площадь Более Что Как Вы Пишите И Его Жена И Все Ну Его Женщина Стоит Это Вообще Чужой Человек И Почему Вы Должны Для нее Что-то Делать Вообще Непонятно И Если Это Инициатива Вашего Отца То Почему Он Сам Для Этого Не Выбрал Место Почему Он Подумал А давай Я Дочкой Попользуюсь Ну Это Знаете Очень Очень Эгоистичное Обращение Я бы Сказал Что Оно Очень Оскорбительное По отношению К вам И неправильно Так что Отвечая На Ваши Вопросы Хочется Сказать Что Во-первых Вы Абсолютно Правильно Что Считаете Ваш Ответ С вами С вами Совершенно Не считает Его Не волнует У вас Комфорт Он Считает Что Вы Живете Хорошо Он Считает Что Вы Удобно Встроились Поверьте Такое Отношение Очень Часто Бывает У Людей Которые Достаточно Неудовлетворены Своими Своими Жизними Своими Условиями Он Считает Что Вы Купаетесь Вы Катаетесь Как Сыр В маску И Вам Ничего Не Стоит Оказать Такую Эмоцию Будет Он Просто Не считает Для вас Это Абсолютно Легко Легко Сможет Борус Он Не Понимает То есть Он Приехал Приезжает К вам Господи Да Я Например Ваш Коттеджи Не Видел Но Вдоль Говорит Например Что Летница На 4 этажа Дом Большой И Это Значит Что Он Считает Своей Старой Памяти Старой На 4 этажах С детьми Ужиться Вполне Можем Но Это Его Восприятие Это Его Восприятие Его Не Ваш А Есть Еще Простите Ваш Муж Есть Еще Ваш Сын Которых Тоже Надо Спросить Когда Они Видят Семью Вашего Отца И Он Почему Не Спрашивает А Спрашивает Только Вас Ну Это Такое Элементарное Я бы даже Сказал Откровенное Потребительское Отношение Ну Ты моя Дочь Помоги Выручай Отца Просто Поставить По памяти А то Что Один Взрослый Человек Мужчина И сам Долгит Ну Это Никого Уже Не волнует Поэтому Я думаю Что Вы Совершенно Не обязаны Принимать Этих Детей Не обязаны Принимать Отца Не обязаны Принимать Его Дети В качестве Как это Сожителей И Вам нужно Подумать Какие Для вас Варианты Лучше Сев То есть Допустим Вы Принимаете Этих Но Тогда Отец Выпрашивает Вам Определенную Сумму Денег Для того Чтобы Вы Наняли Дополнительную Ну Я точно Не знаю Как это Называется Может быть Дополнительную Гувернантку Служанку Или Няньку Для детей Чтобы Человек Специально Обученный Занимался Детьми Пока вас Не будет Народством Контролировал И не позволял Им там Ничего Бить Вам Ничего Разрушать И так далее Либо Просто Не принимаете Их К себе То есть Ну Подумать Вот Отец Хочет Уберечь Своих Снуков От своих Детей Желание Это Хорошее И Он Получает В лице Вас Исполнение Этих Самых Желаний Ну А вы То что Получаете Что Вы Получаете Об этом Нужно Нужно Поговорить Вот Очень Часто Ну Не мне Наверное Маму Советовать Как Вести Переговоры Очень Часто Бывает Вот Общаясь С людьми Представляете О чем Ты договоришь С ними Вот Они Говорят Я Получу Там То-то 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 Я Сошил То-то 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 Мне Будет То-то 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 Но Смотришь На такого Человека И думаешь Ну Хорошо Значит Вопрос Это Все Понятно А Что Получу Я И тут Сразу Начинаются Проблемы Большие Проблемы И тут Еще Интересно Равно Что Человек Начинает Мяц Человек Начинает Лебезить Начинает Что-то Говорить А Отвечать Ему Нужно Спокойно Нет Да Дорогой Я Хочу Знать Конкретно Что Я Получу От Того Что Я Для Тебя Сделал Что Конкретно Мне За Это Будет Или Такое Будет Возменьшение Или Что-то Еще Ну Вот Например Скажем Дети К вам Там Приехали Пусть Еду Вы Не Считаете Хорошо Положим Что Продукт Питание Вы Обеспечиваете Их Полностью Ладно Ну Они же Как я понял Бьют Какие-то Вечи Вот Искаж От От Хорошо Пусть Они Приезжают Я Не Против Я Даже Согласно Бесплатно Кормить Их Но Я Буду Вести Учет Всего Того Что Они Разбили И Стоимость Всего Того Что Они Разбили Ты Мне Водмистишь Причем Водмистишь Ты Будешь Это Не В Конечном Итоге Не В Течение Всего Проживания А За Каждый День И Если В Какой-то День Ты Мне Не Водмистишь Стоимость Того Что Они Разбили Вот На Целый День Тоже Отправляешь Домой Согласен Да Или Нет То есть Нужно Честкам Говорить Ваши Условия Относительно Того Что Вы Получите В случае Если Они Будут Вам Все Жить Обезопасить Себя От Негативных Последствий Обезопасить Себя От Ущерба Потому Что Родные 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 Родными А Материальные Деловые Отношения Совсем Другие Это Совсем Другое Прочу Прощения Но Когда Человек Говорит Что Я Хочу У тебя Пожить Пожить Ты Понимаешь Что Человек У Другому Тому Которому Он Хочет Пожить Он Причиняет Неудобства И Это Неудобства Нужно Чем-то Компенсировать Вот Об этом Вам Надо Поговорить Сможете Договориться О Приемлемых Для вас Условиях Пусть Приезжает Пусть Остается Не Сможете Договориться О Условиях Значит Тогда Нет И Все А Что Касается Того Что Он С Вами Считается Значит Я надеюсь Объяснил Вам Достаточно Четко И по Поводу Личной Границы И по Поводу Его Всприятия Того Как Вы Живете И Так Дали И Так Дали Когда У Человека Несколько Детей И Только Один Из Детей Достаточно Успешен Этой Успешности Придается Слишком Много Значения Это Успешник Автоматически Возрастает Это Успешник Автоматически Подскакивает До Вообще Колоссальных Просто Размен Автоматически Возрастает Может Силу Этого Может Силу Того Чему Хочется Этого Видеть Считает Вас Очень Успешно Обеспеченно И так Далее Вот Вы Ему Постарайтесь Объяснить Он Может Просто Не Понимает Я Не Знаю Были У вас Такие Разговоры Обсудали Вы С ним Своё Материальное Положение Или Нет Но Вы Ему Объясните За тот факт Вы Живёте В Коттенче На Четыре Этажа Не Означает Что Вы Этот Коттенче Используете Как Бесплатную Гостиницу Или Как Платную Гостиницу Где Нибудь Спросите Вы Была Информация О том Что Мы Ну То Вы И Ваш Муж Сдаём Например Первый Этаж Второй И Тогда Ну Для Людей Не Был А Почему Потому Что Мы Строили Этот Дом Для Себя И Мы Живём Только В Нём И Всё И Для Нас Этот Дом Это Наша Крепость Наша Обитель Это Наше Родное Место Почему Мы Должны Пускать В Это Место На Постоянной Основе На Проживание Других Людей Вообще Не Позже Не Да Погостить Можно Один Два Дня Можно Но Пожить Почему Нет Недавно Это Так Что Коттедж Абсолютно У нас Коттедж Абсолютно Ничего Не Наш Может Быть Коттедж Может Будь Таунхаус Может Быть Там Вестный Воскрёв Может Быть Там Я Не Знаю Маленькая Комната Одна Не Важно Это Наша Жилплощадь Это Наш Дом Мой Дом Моя Крепость Никого Посторонних На Постоянной Основе Там Видите Мы Не Хотим А Посторонний Это Не Значит Что Нелюбимый Неродной Злой Врат Нет Посторонний Это Любой Человек Который Не Находится Там Изначально А Изначально Там Находится Только Вы Ваш Муж И Дети Ваши Все И Это Отсюда Нужно Донести Что Жилплощадь Тип Жилплощади Никак Не Влияет На Расширение Или Уменьшение Личной Границ И Что Тот Факт Что Это Коттедж Не Означает Что Это Коттедж Не Ваш Дом А Сыть Посторонних Пожить Можно Только В то Место На Которое Тебе Наплевать Которое Не Считается Дом Домом Вы В это Место Вкладывали Души Вкладывали Силы Деньги Энергию Время Нервы И так Далее И Не Для того Чтобы Кто-то Приехал И Начал Вам Своих Порядок Там Устанавливать Разбиваться Бомряд И так Далее Вот Это Нужно Донести До Вашего Отца Спокойно Просто Без Негатива Без Агрессии Но Четко И Лаконично И Если Он Хочет Так Если Не Другого Выхода Вы Готовы Ему Помочь Но Только Через Требую Проработку Того Что Вы Получите Случай Если Он Будет Там Вместе Со Своими Людьми Вот И На Условия Которые Вам Не Нравятся На Условия Которые Вас Не Устраивают Не Соглашают Это Отцу Нужно А Не Вам Это Отец Должен Вам Предлагать Условия Должен Вас Уговаривать И Должен Вам Что-то Обещать А не Вы Вам Это Вообще Не Нужно Никак Вот Так Себя И Видите Когда Дело Касается Таких Вещей Тут Нет Места Отношениям Дочери И Отца Тут Есть Места Деловым Парселским Отношениям И Все Если Отношениям Отношениям Например Ну Вы Мне Сказали Ну Знаешь Посторонний Человек Как-то Не Очень Хорошо Давай Подумаем Может быть Как Неудобства Как Это Комментировать Да Что там Говорить Я Сам Вам Об этом Сказал Я Буду Либо Платить За Проживание Какую-то Сумно Либо Что-то Делать По Дому Либо Как-то Еще То есть Как-то Компенсировать Вам То Что Вашей Жизни Появился Кто-то Еще То Это Всегда Изменение Это Всегда Хлопот Всегда Компорт Безхаборт Всегда Новые Условия И К этим Новым Условиям Требуется Адаптация А на Адаптацию Затрачивается Энергия А если Энергия Затрачивается То Ее Нужно Восполнять Ее Нужно Компенсировать И Компенсируются Компенсируются Эти Затраты Энергии Теми Людьми Которые Привели К этим Затратам Энергии И Это Справедливо Это Равноправно Это Уважительно По отношению К Людям И Вот Либо Ваш Отец Этого Не Понимает И Тогда Ему Это Нужно Все Объяснить Либо Понимает Но Ему Просто Напросто Все Равно Он Считает Что Вы И Так У вас Все Дорого Это Точно Рано Объяснить И Если После Всего Этого Он Опять Ничего Не Поймет Значит Он Не Хочет Понимать Его Волную Только Свои Желанные А Если Его Только Свои Желанные Волную То Совершенно Непонятно Почему Вы Должны И У Них На Помаду Вот И Все Поэтому Я Думаю Можно Закончить Я Надеюсь Что Вам Запись Моя Поможет Разобраться С теми Вопросами Которые Вы Озвучены Я Желаю Вам Всего Доброго И Если Будет Что-то Еще Пишите Продолжение следует